Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Алексей Якубин, незалежный политолог, со мной на связи прямо сейчас. Лёш, здравствуй. Здравствуй, Саша, и как всегда очень большое за приглашение. Друзья, на самом деле новостей много, но не начать с Макрона я не могу, потому что он дал большое интервью и украинской прессе, и вообще последнее время один Макрон на слуху в контексте российско-украинской войны. Причем он уже и перемирие предлагает, Париж будет принимать Олимпиаду, а вот Олимпийское перемирие, собственно, Путину готов предложить. И уже прям на мемы, на шутки разобрали его вот эти высказывания о том, что я вот, если мне позвонит Путин, я подниму трубку. Скажи, на твой взгляд, вот это позиционирование Макрона имеет какие-то, ну в сухом остатке, какие-то более-менее практические шаги, потому что только один пиар, то, что мы видим сейчас на поверхности. Ну, я думаю, тут стоит отметить сразу несколько важных моментов. Во-первых, мы видим, что последние заявления Макрона, которые звучат действительно так воинственно и так далее, многих, и в Украине, например, очаровали. Знаешь, мне кажется, Макрона начали воспринимать, как когда-то у нас воспринимался Борис Джонсон. И это важный момент. То есть, мне кажется, что все-таки стоит тут, помня историю с Борисом Джонсоном, Борисом Джонсоном, да, ну, скажем так, не настолько очаровываться, а стараться прагматично смотреть на то, что Макрон делает. То есть, тут есть несколько моментов. Во-первых, почему, мне кажется, он делает сейчас подобные заявления? Ну, Макрон пытается показать в контексте Европы, что он, по факту, единственный такой радикальный лидер на фоне того, что Германия, мы видим, да, занимает такую более осторожную позицию, другие страны. И вот на этом фоне, как я понимаю, Макрон решил заявить о себе снова. Потому что мы помним, как он в свое время пытался вот эти звонки в Россию, пытался рассказывать, что он хочет Путину помочь сохранить лицо и так далее. А потом, да, прекратились эти все звонки, и вот теперь началась такая новая активность. То есть, я думаю, что Макрон для себя рассматривает это как возвращение снова в большую европейскую политику, где бы голос Франции вот так звучал, да, громко, радикально, по-другому, чем это было до этого. И, заметьте, заявления Макрона вызвали резонанс. То есть, нельзя сказать, что это не удалось. Это удалось, да, по поводу вот этих заявлений, отправки войск и так далее. Это один момент. Второй момент. Давай не забывать, что у Макрона, он пребывает на второй срок, да, президентский, и после этого он уже не сможет быть президентом Франции. Очевидно, что Макрон для себя уже думает, что он достаточно молодой человек, что, наверное, так карьеру не хотелось бы заканчивать. Хотелось бы дальше где-то ее продолжить в международных институциях мировых, европейских. И я не исключаю, что вот эти заявления Макрона, они опять-таки связаны с желаниями продолжить дальше карьеру после президентства. Потому что в самой Франции, не секрет, у Макрона такая неоднозначная репутация, да, он очень сильно, у него просил рейтинг, я даже читал исследование, его называли во Франции, знаешь, президентом без народа, да. То есть, имелось в виду, что, ну, как бы, в ключевых аудиториях очень сильно у него, как бы, упал рейтинг. А вот, например, начать международную карьеру, почему бы нет? Например, в НАТО, к примеру. Но не только в НАТО, да, есть и другие примеры. Мы можем вспомнить, что часть французских экс-чиновников разного уровня, они уже занимали должности и в МВФ, и в других международных институциях. Потому что я не исключаю, что тут еще есть вот этими заявлениями Макрон на будущее себе, знаешь, формирует возможность. Ну, если говорить о, как бы, сущностных моментах, да, вот по поводу самих этих заявлений, я так хочу сказать. Я не исключаю, что Макрон сейчас и группа, я бы, скорее, думаю, часть западной политического класса, они думают, как ситуацию, которая сложилась, сдвинуть, ну, как-то поменять ситуацию. То, что, ну, как бы, по факту, вот в 24-м году мы видим, что российско-украинская война и то, что происходит, оно как-то зашло уже в некую колею, да, и, ну, непонятно, что, как это, как выходить из этого, что будет дальше глобально. И мне кажется, что, возможно, Макрон вот таким, вот таким своим, скажем, экспонатой, он решил расшевелить всю эту ситуацию, да, то есть показать, что те дискуссии, которые велись о том, что вот есть некие границы для Запада, которые он не должен переходить в помощи Украине, что эти границы, на самом деле, можно менять. Это все, как бы, относительно, да, это только в головах границы присутствуют, а можно и по-другому себя вести. То есть этот момент явно тут присутствует. Ну, и я потому не исключаю, что Макрон вот такими всеми заявлениями, знаешь, я видел, есть такая полярная позиция его действий, что они где-то могут вредить, да, Украине, потому что они, как бы, замещают дискуссии о предоставлении оружия и так далее вот этими заявлениями. Но я, на самом деле, с этим не согласен, потому что мне кажется, что, наоборот, такими заявлениями Макрон в какой-то мере, он, во-первых, подталкивает более медленную Германию, более осторожную, потому что вот произошла встреча, да, представителей Германии и Польши и, среди прочего... Помнишь, как Тайм написала? Когда Путин кашляет, Шольц уже бежит в бункер. Ну, типа того, да. Но, заметь, произошла эта встреча, и вроде бы мы уже слышим о том, что, возможно, Таурусы все-таки будут, да, то есть может быть через Британию, а может быть по-другому. Ну, то есть я не исключаю, что вот эти заявления Макрона, это тоже повлияло. Ну, то есть это стимулирует Германию, ну, вот эти заявления Макрона, да, понимать, что, ну, значит, она может... Германия также может делать более, скажем так, радикальные шаги для себя, да, в своем понимании. То есть это уже некий эффект. В плане отправки войск, смотри, я не исключаю, что это еще одна попытка со стороны Запада повлиять, на самом деле, на Россию, чтобы понять, насколько Россия реально готова вести, ну, назовем так, реальные переговоры, а не только говорить о переговорах. Потому что, по факту, что, вот если так, знаешь, в сухом остатке, что говорит Макрон? Говорит, что если Россия будет готова устроить новое наступление массовое, да, то она должна понимать, что реакция Запада уже не будет такой, как была вот сейчас. О каком вообще... Только предоставление оружия. О каком вообще новом наступлении идет речь? Она будет связна, Леш. Вот какой-то, какой-то прям, знаешь, какой-то прям нарратив, да, вот что, вот сейчас будут на Киев идти, на Одессу будут идти. Вот так, а как идти? Идет движение по, ну, по линии фронта, там пытаются стабилизировать, остановить российские войска. Но это же как бы фронтальная война, вот она абсолютно не изменилась. То есть, да, вот, скажем так, по линии боевого соприкосновения там идет попытка продвигаться вперед. Ну, о каком Киеве идет речь, о каком вот этом большом наступлении? Похоже, что Макрон что-то знает. Саша, ну, я не военный эксперт, мне, как бы, в контексте, да, военных передвижений, я могу тут опираться на ту информацию, которая публично доступна, да, и была информация, ты увидел, для западных разведок, что у России, в принципе, есть планы наступления, да, то есть мы понимаем это и не только на Донбассе это касается, это касается и юга Украины, это касается Запорожской области, ну, то есть, как бы, что у них есть такие планы, да, во всяком случае, они для себя рассматривают или пытаются прощупать, где есть какие-то возможности для того, чтобы прорвать, там, линию обороны и так далее. И я не исключаю, что вот эти заявления Макрона, они рассчитаны на то, чтобы донести, ну, как бы, через Макрона до руководства России донести месседж, что если там думают, что, как бы, если Россия что-то предпримет, какое-то такое действие после президентских выборов в России, да, там, летом или, там, в другое время, что Запад будет так же просто вот смотреть и предоставлять оружие по минимуму, то Россия должна понять, что так уже не будет, что отдельные западные страны будут готовы переходить и к другим мерам. То есть, я все-таки считаю, что, несмотря на всю осторожность этого заявления Макрона, но оно имеет под собой определенную, я бы сказал, ну, определенную почву. То есть, это не просто пиар, и Макрон не говорил бы такие вещи публично, если бы это был просто пиаром, потому что, ну, если после этого ничего не последует, ну, в каком формате будет выглядеть дальше Макрон и Франция, на секундочку, Франция, да, вторая экономика в Европейском Союзе. То есть, я думаю, что это не просто так, это сигнал в сторону России, что Россия должна понимать, если она думает, что она может поднимать ставки, да, то не только она это может делать. Франция, это, я хочу еще один важный момент отметить, Франция, это единственная страна, на которую выходит Евросоюз сейчас, которая имеет ядерное оружие, единственная страна. Страна имеет ядерный арсенал, ну, может быть, не сопоставимый с российским или американским, да, но имеющий, то есть, у них есть собственные разработки. И Франция, поэтому она может, это страна, которая является членом Совета Безопасности ООН, кстати, да, и единственная страна Европейского Союза. То есть, я потому отношусь к заявлению Макрона, но, на самом деле, более серьезно. То есть, стоит понимать, что это страна, которая все-таки обладает определенными элементами, знаешь, вот этой великой державы, да, которые, ну, не позволяют рассматривать вот эти заявления о войсках, просто как, там, исключительно какой-то такой, знаешь, воздухосотрясание, да, которое делает президент Франции. А что по перемене? И я думаю, что... Можно секундочку? И я думаю, что, Саша, я думаю, что, на самом деле, в Кремле это где-то также учитывали, потому что, вспомни, Макрон начал делать эти заявления перед посланием Путина к Федеральному собранию. И, насколько мы тогда слышали, все-таки, и, насколько, в принципе, мы понимаем, какие-то элементы Федерального собрания в скором порядке в России тогда менялись, да, то есть под воздействием заявлений Макрона. И в этом же... Но в то же время, знаешь, добавлю ложку дегтя, что, как бы, вот, кроме этих заявлений, хотелось бы, конечно, от Франции, тут еще и до этого, более активной работы с нашей страной, потому что, ну, я посмотрел данные, сколько Франция нам вообще предоставляла финансовой помощи, то, конечно, тут Германия впереди Франции значительно, да, то есть, потому что в Германии речь идет о 10 миллиардах, да, то в разное время они нам передавали, то Франция, то 1 миллиард, то там 2-3 миллиарда. Ну, то есть, учитывая, что Франция – это вторая экономика в Европейском Союзе, ну, ты сам понимаешь, что это, как бы, ну, ни о чем. Ну, то есть, Франция, на самом деле, может намного больше. Франция может намного больше, но вот посыл по перемирию олимпийскому, прокомментируй, пожалуйста, потому что это определенная точка, да, это, там, июль месяц, да, вот, там, с июля, там, август, на время олимпийских игр. Я почему его сюда, ну, как бы, вплетаю, потому что это такая неоднозначная история с точки зрения перемирия, потому что его не было за более чем 2 года войны. были попытки на Пасху что-то такое одностороннее со стороны Российской Федерации что-то сделать, но, понятно, это не, ну, этого не случилось, и, собственно, все говорят, что вот это перемирие – это просто, там, передислокация войск, собственно, ну, как бы, нельзя давать возможности, да, вот, не стрелять, когда идет такая война. Макрон открыто говорит по поводу этого перемирия. Мне кажется, что вся эта шумиха, которую мы обсудили выше, и все его, ну, скажем так, вот эти заявления, предложения о перемирии – такое ощущение, что Украину как бы так в сторону отводят, отбрасывают, да, и начинается диалог, ну, условно, Парижа и Москвы по украинскому вопросу. А мы как-то вот, ну, что-то сказали, вроде бы как первая реакция была Зеленского, что да, да, пожалуйста, конечно, он вроде как не против. Потом немножко уточнили позицию, сказали, что нам, ну, нужно оружие, а не солдаты, чтобы ваши, там, дети, сыновья и дочери умирали здесь, в Украине. То есть мы, нет какого-то четкого ответа Украины в этом всем, скажем так, ну, калейдоскопе, да, заявлений и разного рода угроз и, там, новых красных линий. Ну, смотри, как бы, позиция Киева, ну, публично, действительно, она озвучена, она состоит в том, что Украина сейчас не просит войска, а она просит сосредоточиться на финансовой и военной помощи, да, и почему? Потому что, ну, понятно, что вопрос, допустим, предоставления войск и так далее, мы понимаем, что это намного дольше, вопрос, который решаться и быстрее будет, да, а, ну, это правда, что нам, Украине, нужны снаряды, финансовая помощь здесь и сейчас, то есть, потому что вопрос с войсками, если мы будем понимать, что начнется дискуссия, как отправлять, когда, в каком количестве, куда и так далее и тому подобное, это может затянуть, ну, затянуться на месяц, да, ну, на самом деле, то есть это мы должны понимать, а вот вопрос финансовой помощи и оружия, это все-таки здесь и сейчас, да, потому что, ну, есть нюансы, связанные с американской военной помощью, и, как бы, тут европейские страны в какой-то мере, они сейчас выполняют, кстати, как мы говорили с тобой даже в эфирах до этого, да, как раз европейские страны начинают выполнять роль заместителя, где-то отсутствие американской военной помощи в том объеме, как это было. Смотри, по поводу украинской позиции, я так скажу, я думаю, что негласно, кроме вот этой официальной позиции, все-таки какие-то переговоры ведутся. Да, с Францией, и они касаются в том числе и вот этих вопросов, да, с Францией по поводу войск, потому что, заметьте, не только одна Франция все-таки об этом сказала, по большому счету мы увидели, что уже начала образовываться группа стран, которые входит НАТО, которые, в принципе, готовы согласиться с тем, что это, возможно, нужно будет сделать. Это касается стран Балтии, например, да, это касается некоторых наших западных соседей, которые, в принципе, уже, как бы, говорят, что да, в этом есть некая раса, да, в том, что, возможно, нам придется отправить. Понятно, что мне говорят о том, что это будут, возможно, не боевые, а боевое направление, но кроме боевых направлений есть же и другие сферы деятельности, которые могут выполнять иностранные войска в Украине, да, где-то страхуя, помогая и так далее, ну, на самом деле, то есть мы должны это понимать, что... Ну, тогда вообще непонятно, зачем они нужны, если они не боевые. Не, ну, Саш, на самом деле тут есть разная логика, потому что иностранные войска, давай так скажем, будет ли это влиять, присутствие иностранных войск на территории Украины, стран НАТО, будет ли это влиять на Россию? Конечно, будет. И будет в каком плане? Я думаю, что они будут где-то опасаться, например, проводить какие-то обстрелы так, как они это сейчас делают, например. То есть это будет влиять, ну, на самом деле, то есть мы должны это понимать, и я думаю, что в России это понимают, даже несмотря на всю риторику, которая у них звучит, да, на этот счет они говорят, что это не повлияет, это будут наши законные цели и так далее, а на самом деле они понимают, что это повлияет, потому что я вижу, что у России опасаются, так же и в НАТО, давай отметим, они опасаются все равно, как это было и до этого, прямого столкновения, ну, то есть в НАТО опасаются с Россией столкновения, прямого, то же самое касается и России, они опасаются прямого столкновения с НАТО, потому что прямое столкновение с НАТО, если мы говорим о потенциале, мы же понимаем, что потенциал несопоставим, у НАТО больше намного потенциал, чем у России, и тогда у России придется единственный способ, да, как она может что-то здесь сделать, это выравнивать, это неконвенциональные типы вооружения, то есть ядерное вооружие, ну, Ну, то есть это же, в принципе, это понятно. Да, и, заметь, в последнее время как раз вот эта риторика, она вновь начала где-то оживлять, да, то есть по поводу ядерного оружия, могут использовать, не могут. Я думаю, что тот момент, что Россия пытается как бы снова к этой теме вернуться, это попытка как бы со стороны России ответить на вот эти предложения со стороны Запада, да, которые есть. В плане переговоров, смотри, тут есть какой момент. Я, честно говоря, насколько я понимаю, сейчас идет речь о том, что нужно хотя бы подготовить площадки для этого, если даже не вести сами переговоры. Потому что если мы даже внимательно посмотрим на сообщения, то есть то, что на Западе сейчас обсуждается, там не видно, знаешь, вот это ощущение, что Россия готова к переговорам. Ну, то есть не видно этого. Но на Западе считают, что площадки для переговоров нужно уже готовить, условно, некие аэродромы, которые, когда созреет этот вопрос, их можно будет задействовать. Сейчас идет речь об этом. То есть не о самих переговорах, а о том, что нужно наработать каналы. Как это будет происходить, да, где это будет происходить, кто будет. Со стороны Москвы звучат фразы о том, что они хотят для себя вести переговоры с Вашингтоном. Ну, напрямую, да, из того, что мы видим. Как бы, будет ли это так, я не уверен. То есть напрямую, потому что все равно, и со стороны Вашингтона об этом неоднократно говорили, что без участия Украины переговоры Вашингтон не будет вести. То есть за спиной Киева он не будет вести переговоры с Россией. И я думаю, это не только, знаешь, на уровне риторики эта фраза звучит. Вот так оно и будет, действительно. Заметьте, даже вот Макрон в своих интервью также заявил, что так или иначе переговоры должны будут вести, пусть даже, возможно, с посредниками, но должны будут вести и Путин, и Зеленский. Да, то есть руководители Украины и России. И это показательно. То есть западные лидеры, они не будут подменять Украину в этих переговорах. Все равно. Пусть они, возможно, будут посредниками и так далее. Опять-таки, давай отметим еще важный другой момент, что кроме западных политиков в этот процесс создания этих площадок, насколько я понимаю, включены многие незападные страны. И это, кстати, для них возможность на мировой арене продемонстрировать новую силу незападных стран, новую силу глобального юга. Потому что не просто так, вспомни, были вот эти встречи в Саудовской Аравии, к примеру. Мы видим активизацию отдельных стран Турции, снова начали говорить Турция, поездки спецпредставителя Китая по Европе, в Россию он заехал. Ну, то есть это показывает то, что незападные страны, они готовы показать, что они здесь, возможно, вот в создании этих площадок, будущих для переговоров, они могут выполнить не менее важную роль, чем раньше выполнял Запад. Возможно, поэтому со стороны Запада есть сейчас попытка, ощущение некой конкуренции, что вот есть незападные страны, которые готовы выполнить эту роль. То есть подключиться, создать эти площадки, и когда созреет время для ведения переговоров, эти площадки задействуют. Ну и плюс, конечно, определенный фон. Мы помним этот удар по Одессе, когда был греческий премьер-министр, и тогда вот там много дискутировалось, вот, мол, какая-то негласная договоренность о том, что голубая кровь там, в общем, первых лиц не атакуют. Много было дискуссий, да, вот это было неделю назад, да. Но как бы это все равно какой-то Рубикон был переден, потому что сегодня вот британская пресса вовсю, ну, как бы в подробностях, насколько это возможно, обсуждают, там, да, вот как-то публикуют детали визита Шепса, министра обороны. У него вообще какая-то сложная ситуация. То вертолет заглушили возле Калининградской области, то он приехал непосредственно в Украину и должен был ехать в Одессу. Но отменили этот визит спешно, потому что вроде как разведка сказала, что, ну, готовятся встречать в Одессе ракетами россияне Шепса. И поэтому там как бы быстренько этот как бы план скорректировали и, в общем, до Одессы он не доехал по вопросам безопасности. Это о чем-то говорит. Это говорит о том, что, ну, собственно, западные лидеры в Украине уже себя не так чувствуют, как, например, там год назад, полтора года назад. Ну, я думаю, что тут есть, конечно же, и давай отметим тоже нюанс истощения определенного, да, а я имею в виду, например, даже там ПВО, ПРО, мы уже об этом много слышим, почему нам нужна американская, ну, почему Украина, да, нуждается в американской, скорейшей американской помощи. Об этом западные, то также СМИ пишут, что без этой помощи мы не так сможем сильно отражать удары, да, которую Россия отправляет, ну, то есть это все дополнительно влияет, да. Плюс история ситуации с Одессой сейчас, она нам показывает, что, да, как была проблема того, что мы нуждаемся в еще большей количестве систем ПРО и ПВО, так этот вопрос и остается. А опять-таки, а для этого мы снова возвращаемся, да, к вопросу нужна помощь. И финансовая, и тоже отметим еще важный момент, что рынок оружия, он уже специфически устроен, да, возможно, зрители наши об этом не знают, там нужны разрешения страны, стран, которые производят это оружие на то, что какая-то страна может его приобрести и так далее, и тому подобное. То есть это как бы очень такая специфическая система, да, и тут, когда мы говорим о, там, американской и так далее помощи, мы должны понимать, что тут даже дело не просто в деньгах, а в том, что это предоставление определенных разрешений на использование того или иного типа оружия. Ну, а в плане западных политиков, я думаю, что, конечно же, это сказывается и на их, да, возможности, там, приезжать в Украину, или как их, условно, скажем так, спецслужбы оцениют безопасность и небезопасность этих лиц. То есть мы же понимаем, что есть протоколы, по которым они действуют, и они оценивают с точки зрения этих протоколов, насколько эти лица, в принципе, могут посетить те или иные города в контексте безопасности. Сегодня выборы Путина, последний день голосования, предыдущие два дня, ну, там, смешанная система и на участках, и в электронном виде. И, конечно, много сейчас, скажем, ну, вот этих моментов, картинок, исключительно политтехнологически. Я хотел бы с тобой обсудить вот эту акцию «Полдень против Путина». Почему? Потому что, ну, вот, если объективно посмотреть, есть какой-то участок за границей, понятно, там пропускная способность не такая, но это что там, ну, выставили какие-то палатки, там где-то какие-то люди, там собираются очереди из людей. Их не шибко много, но очереди длинные, потому что, ну, собственно, это посольство, да, там, консульство своими силами организовывают вот это голосование. И вот эти очереди уже сейчас я вижу, что там в разных пабликах российской оппозиции выдают за, ну, вот эту акцию «Полдень против Путина». Мол, ты пришел, постоял, высказал таким образом протест. Вместе с этим мы не отметаем и не отбрасываем несколько там случаев. Кто-то кабинку хотел поджечь, там, в Петербурге, кажется, кто-то с зеленкой атаковал бюллетени. Но с точки зрения происходящего и вот этого всего, то, что мы видим, да, как это все выглядит, интересует же другой момент, интересует, ну, факт признания результатов этих выборов теми же западными странами. Понятно, что Украина, ну, и Верховная Рада, да, вот, как бы, приняла вот эту резолюцию, обращение, да, вот, что, мол, не признать их и действительными, эти выборы. Как тебе кажется, пойдет ли Запад на то, чтобы поставить под вопрос переизбрание Путина? Ну, смотри, давай так скажем, суверенитет современных государств, да, он не является абсолютным. То есть, кроме того, что, да, там, для того, чтобы государство имело суверенитет, оно должно иметь собственную территорию, органы власти, границы, население. Кроме этого, государства, конечно же, нуждаются в некой международной поддержке, да, в международном признании, давай так это назовем. И поэтому мы можем говорить, что суверенитет государства является относительным. Но если говорить о выборах Путина, да, они проходят, мы понимаем, вот, видишь, даже мы говорим выборы Путина. Ну, это тоже, я думаю, показательно, да, с точки зрения действия, которое наблюдается в России, потому что, ну, мы же понимаем, что там оппозиции по факту нету, Надеждин, который хоть, там, какую-то там видимость, да, оппозиции создавал его, по сути, даже не допустили, даже не допустили к участию выборов, я не говорю там к участию, да. Ну, то есть, по факту это действие, я бы сказал бы, ритуальное действие, которое происходит в России, которое в первую очередь российская власть проецирует, конечно, на внутреннюю ситуацию, ну, отчасти на внешнюю, но в первую очередь на внутреннюю ситуацию. Скорее всего, как я это понимаю, в России сейчас пытаются, ну, Кремль пытается показать, что история с Пригожиным, вот эти все какие-то внутренние моменты, да, которые мы наблюдали в прошлом году, что вот как бы, вот сейчас вы увидите результат. Это не сыграло никакой роли, да, что это не поколебало, скажем так, структуры власти, и власть дальше цепко держит ситуацию под контролем. То есть, для внутренней аудитории это, наверное, один из главных посылов, которые власть пытаются отправить, что вот то все, что происходило, это все не игнорает роли. Заметьте, они даже пытаются в этом плане также игнорировать вот эту историю с российскими добровольческими батальонами, да, в ряде регионов России. То есть, пытаются сказать, что все равно все под контролем, то есть, власть сильна и так далее. То есть, вот этот ключевой месседж, да, поэтому, ну, как есть уже такой своеобразный анекдот, что сколько там у Путина будет, 80% или 90%, ну, то есть, как бы результат в принципе достаточно очевиден, да, опять-таки, я понимаю, что есть какое-то там условно, есть у него ядро, ну, если бы даже выборы проходили в более конкурентной основе, мы понимаем, что какое-то там ядро есть, да, и это бы ядро пришло, и, ну, как бы, ну, возможно, результат не был бы таким, как вот его представят, мы понимаем, да, он мог быть там кратно ниже, да, но тем не менее, это ядро присутствует, и это факт, потому в плане западной реакции, мне кажется, что запад тут, знаешь, он, понятно, на уровне риторики, мы услышим, что выборы были неконкурентными, непрозрачными, и так далее, но, с другой стороны, запад в этом плане может быть прагматичен, скорее всего, как это было с выборами в Думе, которые тоже проходили на оккупированных всей территориях, и запад будет, де-факто, где это возможно, где еще остались вот эти контакты, которые нужно поддерживать, там, по поводу ядерного оружия, там, и в контексте работы международных организаций, да, типа ООН и так далее, но они будут их поддерживать, да, то есть эти контакты, то есть это, опять-таки, то есть де-факто они, это уже очевидно, да, что, ну, не будет запад говорить, что там выборы прошли как нужно, и так далее, какие-то поздравления отправлять, это, конечно, ничего не будет, но де-факто они просто будут, как и до этого, поддерживать те контакты, которые есть, да, ну, а тут, смотри, ну, у Путина, как я понимаю, почему для него еще вот этот весь ритуал важен в контексте Запада, он хочет Западу показать, что он надолго, ну, то есть если на Западе рассчитывали, что произойдет некая смута и так далее, да, и сменится власть, то Путин пытается показать, что он еще в том возрасте, что он может, ну, то есть, вот сейчас эти выборы проходят до 2030 года, да, если не ошибаюсь, ему тогда будет 77 лет, а он еще намекает, что может, что по Конституции он может пойти в 2030 году, еще до 2036 года, да, и что, ну, типа Запад понимал, что вот, как бы, власть России, она может быть еще очень, ну, даже персонализирована им, да, она может быть еще очень и очень надолго, и я думаю, что для, вот для Запада, наверное, это ключевой месседж со стороны, ну, вот этого ритуала, который мы сейчас наблюдаем в России, это ключевой месседж, который они отправляют, так ли это, или не так, это открытый, другой вопрос, да, но месседж таков, вот из того, что я вижу, да, то есть Путину и Кремлю сейчас важно показать, что они удерживают ситуацию внутри России, это раз, и во-вторых, что эта ситуация надолго, что, чтобы Запад понимал, что если они думали, что это все быстро закончится, то нет, так не получится, и учитывайте реалии, которые есть, то есть по факту, смотри, Россия, она сейчас во внешней политике, она пытается, или показывает, что сила играет роль, на не только международные нормы, точнее, не так международные нормы, как сила, да, это раз, ну, по сути, такая архаизация в этом плане, да, международных отношений, и во-вторых, это попытка сказать, что мы возвращаемся к какой-то модели суверенитета до вот этого глобального взаимодействия активного, да, то есть нам не важно, что там вы будете считать, признавать, не признавать, а есть де-факто. Так, а зачем тогда нам вот эта вся игра, потому что, ну, давай будем откровенны, на вот этой уходящей неделе, ну, и понятно, РТК, эти добровольцы, да, вот там, сибирские батальоны, в общем, и удары беспилотниками, достаточно, ну, ощутимые, серьезные, там, 900 километров, там, ближе, дальше, сегодня тоже сообщили, ну, на Кубане, да, был поражен НПЗ, украинскими беспилотниками, это все, ведь это же очевидно, вот эти действия, они, как бы, только отчасти военные, это политические действия к выборам в Российской Федерации, все это прекрасно понимают, чтобы, да, дестабилизировать обстановку, чтобы там, где-то повлиять на россиян, чтобы россияне увидели, что у них тоже, как бы, дома война, а не только в Украине, это все где-то там, да, вот это, вот уже где-то здесь, и как-то вот скорректировали, смоделировали свое поведение по-другому на выборах президента Российской Федерации, ну, зачем тогда мы делаем эту ставку, если все очевидно? Ну, смотри, все-таки, мне кажется, с НПЗ это немножко другая история, чем с РДК, да, потому что, ну, вот я видел данный Бумберг, что, в принципе, мы на 12% смогли снизить, ну, вот эти удары, которые были, да, стороны Украины, смогли снизить производство топлива в России, ну, а это, на самом деле, достаточно существенно, да, то есть, вообще, как бы, я думаю, что вот этими ударами беспилотников Украина скорее показывает, что Западу, дайте нам оружие, и вот, вы много рассказывали про санкции, но мы можем это сделать по-другому, вот помнишь, были санкции по толкин, там, цены на нефть, и все это, и потом это мы помним, что это все не сработало в мировом масштабе, на самом деле, да, потому что Россия с 22-го года, по тем данным, которые у нас есть, она там свыше, ну, свыше, больше, чем на 600 миллиардов, да, продала своих нефтепродуктов, нефти и так далее, то есть, а тут конкретные дроны, да, которые прилетают на нефтеперерабатывающие заводы, мы можем вспомнить, как Россия разрушала украинские заводы в начале, в 22-м году ракетами, да, которые отправлялись, ну, а теперь мы видим, что и российские заводы, грубо говоря, то есть, знаешь, как бы, вот, пожалуйста, вот, как бы, результат тех действий, да, то есть, вы рассчитывали, что это вас не затронет, это вас затрагует, а это на самом деле влияет, потому что, давай не забывать, что вот нефтеперерабатывающие заводы, которые есть на территории России, многие из них, да, многие из них советские, но они были модернизированы с помощью западных технологий, и не факт, что Россия может легко их восстановить, давай так отметим, потому что эти технологии сейчас санкционные, они будут стоить в разы дороже, да, то есть, а это, в свою очередь, ведет к чему? К тому, что производство топлива в России снижается, я понимаю, что, возможно, это будет пока иметь относительное влияние на армию, да, но отчасти это будет влиять на логистику российской армии, потому что им придется под все НПЗ подтягивать ПВО, а откуда его подтягивать? Из линии фронта, понятное дело, то есть, это как бы имеет не только информационно-психологическое, на самом деле, значение, вот то, что сейчас происходит с НПЗ, это имеет, на самом деле, и большое стратегическое значение, да, в том плане, что это уменьшает возможности России на мировых рынках, потому что, вот из того, что я, ну, я слышал информацию, что они вроде бы уже пока временно, да, прекратили экспорт, топливо на фоне вот этих всех нюансов, которые у них происходят, поэтому, как бы, отчасти это будет иметь влияние на доходы российского бюджета, и плюс, конечно же, для обычных россиян, давай так, это тоже напоминанием о том, то есть, модель, что войны как бы нету, это просто на, в ток-шоу там, да, где-то упоминаются, или видеокадры, а вот, пожалуйста, цены на бензин, это напрямую влияет на ситуацию, ну, еще раз говорю, что и уменьшает для России возможности, там, получения дополнительных доходов, ну, а для Запада, это еще раз покажется для того, что вот, как бы, со стороны Украины намек, что дайте нам оружие, смотрите, мы можем очень многое сделать, на самом деле, сами, без санкций, то есть санкции не так работают, да, как эффективно, в плане РДК, ну, опять-таки, информация тут такая, знаешь, противоречивая, мы можем опираться только, в основном, на открытые источники, да, которые есть, и мы же понимаем, что во время войны тут много всего, да, в плане этой информации, то есть к ней стоит относиться очень так по-разному, но я думаю, что, да, одной из главных целей, конечно же, этой истории, это показать, что не настолько, знаешь, все держат крепко российские власти, что приграничные регионы, вот как украинские приграничные регионы страдают, да, что вот, пожалуйста, война приходит и на территорию России, опять-таки, еще раз говорю, что это не отменяет того, что параллельно на мировых площадках, мы видим, есть попытка создать площадки для будущих неких переговоров, это все параллельно происходит, на самом деле, да, но на данный момент все напоминает ситуацию, что пока военные, вот эти различные действия, они доминируют. Давай вернемся в Украину, меня поразил Шмыгаль, он о детях заговорил, в каждой украинской семье должно быть три ребенка, говорит нам премьер-министр, тогда у нас будет, ну, процветание, будущее, вроде бы, как и правильные слова, и придраться не к чему, и, ну, правильно, что актуализирует этот вопрос, руководитель правительства, но, давай, будем откровенны, о каких трех детях в семье может идти речь сейчас, в стране, в которой, которая истрепана войной, в стране, в которой достаточно тяжелые условия жизни, в стране, которая воюет, и в стране, которая, там, ну, не знаю, в долгах, как в шелках, из-за этого противостояния? Ну, знаешь, я тут вспоминаю фразу французского философа 19 века, Гюста Конта, который когда-то говорил, демография – это судьба. Да, это, ну, эта фраза имеет место быть, да, то есть, мы должны понимать, что в современные страны, какие бы они ни были технологически развиты, да, или сколько бы они имели ресурсов, население, количество населения, размер населения, и так далее, оно играет первостепенное значение. На самом деле. То есть, западные страны, которые столкнулись так же, как и мы, да, в свое время с снижением уровня рождаемости, они нашли выходы, да, то есть, они благодаря богатству, ресурсам накопленным и так далее, они смогли привлекать людей из других стран, в том числе из нашей страны, для того, чтобы закрывать для себя вот эти демографические проблемы, да, улучшать, собственно, демографическую судьбу. Давай так скажем. У нас есть война еще только усилила те процессы, которые были и до войны. Не надо сказать, что у нас до войны было все хорошо демографии, это не так, да, потому что рождаемость снижалась, то есть, после краткосрочного, знаешь, всплеска рождаемости после 2000-х годов, да, то есть, там был там до 2009-2010 года, был такой, вот, если посмотреть демографически, да, ну, то есть, у нас был всплеск рождаемости, потому что на уровень жизни повысился, я думаю, многие факторы играли роль, да, у людей было доверие какое-то к будущему, сейчас рождаемость снова снижается, и действительно, у нас она рекордно низкая, наверное, за все время независимости Украины, опять-таки, фактор войны, он сильно влияет. То, что власть начала об этом говорить, я на самом деле, вот так скажу, я приветствую это, да, почему? Потому что, ну, демография – это судьба, то есть, надо уже сейчас думать, как нам восстанавливать население страны, восстанавливать в контексте количество уехавших, понимать, что нужно стараться, те, кто остался, думать, как сделать так, чтобы тут рождали детей, новых детей, да, потому что я слышал в парламенте, зарегистрировали, там какая-то инициатива есть, в 10 раз повысить выплаты за первого рожди, ну, ребенка, который рождается, то есть, до 300 тысяч гривен, 10 тысяч долларов, да. Да, второй ребенок, там, 200 с чем-то, третий, там, 100 с чем-то тысяч гривен, ну, то есть, вот такая, да, законопроект. Я думаю, что он в парламенте найдет, на самом деле, поддержку, вот если он будет внесен. Другой вопрос, что я, понимаю, знаешь, как бы, вот твой вопрос, что ресурсы, где брать на это, да, то есть, тут есть вопрос, ну, на самом деле, потому что мы видим, что у нас есть сейчас вопросы по поводу финансирования обороны, ну, то есть, это тоже очень сложный вопрос, да, на фоне экономических проблем еще есть какие-то нюансы с бизнесом, и потому не просто так вот эти советы создаются, да, которые должны, как-то религиозно, да, тут есть вопрос, но сам по себе факт дискуссии вот в связи с рождаемостью я поддерживаю, я так честно скажу, я считаю, что действительно это ту задачу власти, власти, которую власть должна решать, и, знаешь, один из критериев, ну, с точки зрения политологии, да, один из критериев успешности государства, это является увеличение населения страны, то есть, можно, знаешь, вот по-разному относиться, там, там, Росввп и так далее, вот, есть просто такой очень простой, знаешь, как вот там территория, такой очень простой критерий, если население в стране растет, в принципе, да, то эта страна, ну, она имеет будущее. Ужасное, скажем так, на этом фоне приходят опять кадры, скандалы с ТЦК во Львове, ночью задержали мужчину, запхнули в бус, это оказался волонтер львовский, в общем, силовая мобилизация, причем все это сделано было очень интересно, так вот ночью, да, ну, то есть, 10 вечера, и все, в 2 часа ночи уже был, приказ уже, собственно, отправлялся он в учебную часть, сейчас, конечно, поднимают жуткий скандал, в общем, служебное расследование, мол, как так произошло, ну, а какой демографии и желании, собственно, оставаться, не уезжать, жить, платить налоги, помогать фронту, как вот этот волонтер со Львова, можно говорить, если вот у нас такие эпизоды, они встречаются, и каждый день мы видим новости о том, что кто-то пытался убежать, не сбежал, его поймали, кого-то запхнули в бус, и, собственно, ну, как бы уже привыкли все даже к этому, к этому явлению, ну, то есть, это прямое противоречие, да, отношения государства и гражданина в контексте, ну, вот таких каких-то замков из песка, которые там перед гражданами ставят власть, мол, давайте, размножайтесь, пускай нас будет больше, ну, так, что-то нужно поменять, значит, в отношении тех людей, которые там будут размножаться. Саш, смотри, я думаю, что как раз в плане, если мы говорим о мобилизации, ТЦК и так далее, вот вопрос нового закона о мобилизации как раз об этом, упорядочить многие процедуры, которые есть, потому что, смотри, я тоже вижу эти кадры, не исключено, что мы уже понимаем так же, что Россия используется как АИПСО, многие из них, потому что многие ролики, вот даже, я обращал внимание, некоторые из них, знаешь, повторяются, то есть вроде бы как бы в других регионах, ну, то есть не без этого, давай так, то есть не без того, что там есть проблема, да, но не без того, что это используется. Я не понимаю смысл, нет, смотри, я хочу сразу как-то уже высказаться, я не понимаю смысл российского АИПСО в том, что делают украинские военнослужащие, украинские группы ТЦК с украинскими мужчинами на территории Украины. Саш, смотри, когда это подтвержденные факты и так далее, и они получают резонанс, насколько я понимаю, расследования все равно по этим делам ведутся, то есть они не остаются без того, чтобы там проходили проверки. У ТЦК, насколько я знаю, да, у них вообще почти каждый день проходят проверки по всей стране, ну, на самом деле, да, в особенности после смены военного руководства эти процессы только усилились. Есть горячая линия Министерства обороны, на которую можно обращаться, давай так отметим, мне тоже интересный момент, обращаются ли люди, да, которые попали в подобные истории, туда, то есть используют ли они все формальные моменты для того, чтобы защитить свои права. Ну, а смотри, в плане того, что, давай так отметим, я согласен, что часть кадров вполне может быть, она имела место быть, да, и так далее, но тут важный момент стоит в том, что мы же тоже понимаем, что в условиях войны это используется России. Используется, используется, конечно, ну, то есть это стоит понимать, да, в информационной войне и так далее, то есть, ну, не исключая того, что есть проблемы во всей этой сфере, в то же время, я бы просто хотел сказать, что мне кажется, нашим гражданам стоит, в особенности те, кто там собирается туда идти в ТЦК, например, да, или получил повестки и так далее, стоит понимать, что есть много законных механизмов защиты своих прав. И эти законные механизмы написаны, есть горячие линии, которые работают, действительно работают, я знаю, по некоторым знакомым, вот они, если у них возникали проблемы, они обращались туда, да, то есть, новый закон, то есть, знаешь, то есть, сам факт того, что это мы даже обсуждаем, это уже влияет на то, что органы власти, ну, они не могут не реагировать тут на какие-то вопиющие случаи, которые происходят. То есть, еще раз говорю, я не исключаю того, что, к сожалению, происходят отдельные моменты, да, и это есть все, но давайте, ну, давайте так скажем, смотреть на эту ситуацию в контексте того, что есть много формальных моментов, которые, ну, в принципе, наших людей могут тут защищать. Если у наших сограждан есть страхи по поводу ТЦК, на самом деле, люди могут даже адвоката нанять и прийти туда с адвокатом. Нет, ну, это не смешно, ну, Саш, ну, это разрешено украинским законодательством, уже сейчас это разрешено. То есть, я понимаю, что у многих граждан, вот есть много, вот так скажем, есть много стереотипов, страхов и так далее, что вот только вы там появитесь, вам сразу туда куда-то отправят. Да, я думаю, что многие из этих стереотипов и страхов, они все-таки преувеличены. Я не хочу здесь, знаешь, как бы идеализировать работу этих структурных, да, но многие из этих страхов преувеличены. Есть, еще раз говорю, есть контролирующие инстанции и над ТЦК, и над ВЛК, и все эти инстанции, они работают, тем более сейчас, когда у нас сменилось руководство военное, и, я имею в виду, и Генштаб, и Министерство обороны, и это влияет, то есть, вот эти все скандалы, которые там возникают снова, да, видео, что мы видим, они дополнительно еще, ну, они влияют на то, чтобы новое руководство на это реагировало, потому что старое не реагировало. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на Алексея, канал наивошловища по ДИИ, да, Алексея Якубина, будет в описании, также телеграм-канал Алексея Якубина, тоже переходите, интересуйтесь. Я в финале, да, вот хотел бы все-таки, ну, вспомнить Москаля, Геннадий Геннадьевича сегодня утром не стало, ну, как человек эпоха, да, все его там помнят по мирной жизни, когда он таким крепким словцом, собственно, ввел политику, достаточно, ну, крупная фигура, он, как бы, из лагеря и в поддержку, да, был, в МВД был, в общем, за Порошенко, в общем, он был в БПП в свое время, ну, и сегодня Гончаренко, собственно, тоже, как бы, член Порошенковской команды, об этом сообщил, кажется, что, ну, скажем так, уходит, ну, уходит эпоха, определенная в украинской политике, уходит эпоха, а вместо, ну, ничего не приходит, более-менее равноценного и стоящего, я в плане фигур, в плане личностей, в плане каких-то, ну, скажем так, ярких, одиозных, харизматичных политиков, какие у тебя мысли по этому поводу, война ведь не только влияет на, скажем так, ну, прямо, да, на украинский народ, который страдает, гибнет, но и на такие сферы жизни украинского народа, как политика в том числе. Ты знаешь, я тут вспоминаю слова своего профессора университетского, профессора Шлехтуна, который когда-то говорил, что общество ответственно за политиков, которые оно порождает, да, то есть не только, ну, мы же часто воспринимаем это как бы в том ракурсе, что вот есть политики, да, вот они там ответственны за все, но вообще общество тоже ответственно за тех политиков, которые есть. И я думаю, что, знаешь, тут можно ответить таким образом, что общество меняется, и меняются запросы и те политики, которые приходят, да, то есть стоит ли ждать, вот знаешь, такой глубины и так далее от политиков, если, например, запросы общества, например, могут сводиться к политике, тиктокизации политики. Ну, вот люди вот хотят вот такого, да, ну, стоит ли ожидать, что при этом политик должен быть, знаешь, воспитанником Аристотеля Александром Македонским? Ну, наверное, нет. Мельчают, мельчают и люди, и политики. Да, ну, тут в том-то все нюанс, что понятно, что политики где-то они также влияют на запрос людей, да, но общество со своими представлениями, и так далее, оно начинает, вот влияет на политиков, что вот ведите себя вот так вот, да, и, ну, мы вас будем, как бы, консенсус будет, да, мы вас готовы поддержать. То есть тут я бы сказал, что когда мы говорим, да, сравниваем некоторых политиков прошлого, да, которые уходят с политиками нынешнего, это, кстати, не только Украины касается, давай отметим, да, что вот тогда были прям политики, готовые принимать решения, брать на себя ответственность, которые имели свое мнение, да, а не только ориентировались на то, что им подскажут, политтехнологи-социологи, как нужно говорить, да, это вопрос скорее о том, что такой был запрос общества тогда на тех политиков. Сейчас запрос, он другой чуть-чуть, он меняется, да, ну, то есть опять-таки, знаешь, тут, мне кажется, только по-философски можно ответить. Когда там был такой исследователь медиа Маршалл Маклюэн, он написал книжку «Глобальная деревня», да, и он говорил, что вот нам часто кажется, что если там информация будет общедоступна, он еще в 60-е годы, по сути, предсказывал, что будет вот эта вся история, да, с интернетом, ну и так далее, да, вот общедоступность, и мир превратится в глобальную деревню. Он говорил, что нам часто кажется, что это сделает людей умнее, политиков более ответственными, более, да, решения более качественные будут приниматься, и так далее, а на самом деле люди будут спорить о перхоти на голове. Ну, разве мы это не видим? И это влияет и на политику. Ну, прямое влияние, да, то есть медитизация политики, она не привела, знаешь, это одно из теневых последствий ее, она не привела к тому, что политики стали более ответственны. Политики стали бояться, то есть публичность влияет таким образом, что политики боятся принимать решения, ответственные решения. И мы это видим. И от дипломатии это заканчивается, да, политики думают, а что потом обо мне сказать социальные сети? Не, не, я не буду принимать решения, потому что социальные сети потом обо мне напишут плохо, да. На это, кстати, обращал внимание есть такой тоже интересный исследователь, Иван Крастьев из Болгарии, он сейчас в Вене живет, и он говорил, что парадокс, да, вот с медитизацией, публичностью политика, чем больше происходит публичность, тем меньше, чем больше публичных сфер в политике стоят освещенные софитами, да, тем меньше радикальных и качественных решений мы наблюдаем. Ну, и мы действительно это наблюдаем. Да, вот такой парадокс. Леш, спасибо большое тебе за время и мысли. Спасибо большое, Саш. Спасибо тебе огромное, как всегда, за приглашение. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого. Продолжение следует...